This conference will now be recorded. 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 Мы готовим и проводим комплексные программы повышения квалификации. А также у нас есть много дипломных программ. Сотоящих из оптимального набора курсов по направлению. Которые на выходе дают полный комплект необходимых профессиональных навыков и знаний. Готовую профессию дают нашим выпускникам. В этом смысле, учитывая, Я понимаю, что очень много именно практических навыков отрабатывается в течение обучения на комплексных программах, на дипломных программах. По завершению обучения вам как таковая стажировка, если вы начинающий специалист, не особо-то и нужна, потому что стажировку вы уже на курсах проходите, потому что в течение комплексных программ, дипломных программ вы уже готовите некий свой проект. Ну и соответственно, благодаря тому, что курсы наши это далеко не только теория, они еще более популярны, потому что на выходе, повторюсь, вы уже полученные навыки и знания сразу сможете применять в работе. Плюс ко всему, отмечу, что наши программы разработаны на основе профстандартов Министерства труда и социальной защиты, а также с учетом новой российской системы уровней квалификации. И это тоже одна из весомых причин, почему наши документы имеют вес. Как я уже и говорила, дипломных программ очень много и по разным направлениям. Это и программирование, и базы данных, и интернет-технологии, экономика, менеджмент, реклама, дизайн, управление персоналом, кадровое дело, сетевые технологии, графика компьютерная, дизайн, 3D, анимация, саппор, бухгалтерия, информационная безопасность и так далее, и так далее. Перечислять могу бесчислено. Повторюсь, у нас порядка тысячи курсов и программ. И почему мы сегодня выбрали именно веб-направление? Ну, факт того, что IT-технологии захватили мир, уже давно не требует подтверждений и доказательств. И это уже даже не технологии будущего, как мы сказали бы раньше. Это самое, что ни на есть настоящее сегодня. И спрос на IT-специалистов растет. Не нужно говорить, что практически каждая компания сегодня, и большая, и маленькая, имеет свой сайт. И, к слову, текущий кризис, связанный с пандемией, заставил многие компании массово перейти на онлайн-услуги, магазины, рестораны, предоставление любой информации сейчас у нас в электронном виде, доставка и прочее. Соответственно, создание сайтов как никогда популярно. Я имею в виду специалисты, опытные специалисты по созданию сайтов. Вот. Поэтому именно о веб-направлении пойдет чуть позже речь. И, как я уже говорила, одной из многочисленных преимуществ нашего центра является служба трудоустройства, которая организовывает и проводит различные мероприятия в рамках помощи нашим выпускникам в поиске работы. Ну, вот, как, например, сегодняшнее наше мероприятие «День открытых дверей». И вот теперь я передаю слово своей коллеге Поляковой Анне, менеджеру службы трудоустройства. Она несколько подробнее расскажет про службу трудоустройства. Вопрос, а конкуренция, противоречия, Алексей. Ну, тут, знаете, есть, наверное, о чем подумать и поспорить, но давайте мы все-таки продолжим. Конкуренция, конкурентоспособным специалист становится тогда, когда он лучше других. А лучше других – это когда вы знаете больше других и умеете больше других. И у вас есть какие-то специфические навыки. Вот что важно. И спрос может быть каким угодно, но среди огромного количества специалистов выберут того, который круче и лучше выполняет свою задачу. А для того, чтобы круче и лучше выполнять свою задачу, это и есть наличие навыков или отсутствие оных. Ну все, Анна Полякова, менеджер службы трудоустройства. Анна, передаю образ направления. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте все участники. Я рада вас видеть. Немножечко поправлю сразу. Я руководитель службы трудоустройства. Соответственно, получается, что я могу рассказать о нашей службе? Ольга очень хорошо подробно рассказала о том, кому, кого, каким образом, зачем мы учим. Собственно, служба трудоустройства – это дополнительная услуга для каждого нашего ученика. Что мы делаем? Конечно, самая основная наша задача – помогать нашим выпускникам, ученикам наших программ, всех, без исключения, трудоустраиваться. Для этого нашей службы трудоустройства, я конкретно, организую дни карьеры. Сейчас, с июня месяца, два раза в месяц у нас запланированы дни карьеры. Что это такое? Это пока что онлайн-мероприятие. Спасибо нашему замечательному самоизоляционному периоду. Это онлайн-мероприятие, где мы встречаемся с работодателем. Я особое внимание уделяю работодателям проверенным, конечно, у которых есть достаточное количество разных вакансий. Вот в июне у нас был замечательный банк ВТБ, который развивает целое свое собственное направление информационных технологий, очень обширное. У них порядка 50 вакансий на сегодняшний момент открыты, и они прям с распростертыми объятиями ждут наших выпускников. Кто-то из выпускников уже работает и направил свои резюмы на рассмотрение и ведут переговоры о трудоустройстве. Кто-то – молодой специалист, закончивший только курсы и записались на программу стажировок или школу IT-специалистов. И таким образом мы помогаем встречам, такая неформальная встреча почти что без галстуков, где работодатель рассказывает о внутренней работе своей, честно отвечает на все вопросы, которые не всегда на собеседовании задашь. И, собственно, мы помогаем встречаться работодателям и нашим выпускникам на дне карьеры. Второе мероприятие – это, конечно, дни открытых дверей, где мы рассказываем о профессии. Соответственно, сегодня профессия – разработчик. Сейчас 578 вакансий разработчиков PHP находятся на HeadHunter. Наверное, для вас не секрет, что HeadHunter – не единственный сайт, где можно искать работу, где можно искать вакансии. Не все работодатели идут туда, но большинство крупных там находится. Также и не очень крупных тоже там находится. Но, тем не менее, где еще можно искать работодателей, где можно искать вакансии, как можно позиционировать себя на рынке труда. Для этого мы с нашим преподавателем, Светлышевой Ольгой Юрьевной, разработали, усовершенствовали, точнее, наш хит курса по обучению технологии трудоустройства. До марта месяца для наших выпускников посещение этого курса было безоплатное, а все остальные, не наши выпускники, приходили на этот курс за плату. С апреля месяца в целях, собственно, помощи такой социальной мы приглашаем любого желающего на этот курс. Он пока тоже онлайн идет и совершенно бесплатный. Что это за курс? Успешный поиск и трудоустройство в период кризиса и, собственно, пандемии, самоизоляции. На этом курсе мы прям даем конкретную, почти что пошаговую технологию. Что надо знать для того, чтобы успешно, хорошо трудоустроиться. Начиная от цели, куда мы хотим устроиться, зачем мы хотим, что мы хотим там делать, что мы принесем нашей компании, в которую мы, будущей компании, в которую мы войдем и как профессионал, и, собственно, как человек. Оценка по смарту, собственно, трудоустройство – это такой же проект, и, как любая проектная деятельность, он может планироваться и, собственно, выполняться. Второе – это как позиционировать себя на рынке труда на сегодняшний момент. Кто я, что я, зачем я, нужны ли мне социальные сети, нужен ли мне нетворкинг, и каким образом при помощи, собственно, нетворкинга, социальных сетей и других каких-то источников устраиваться на работу. Об этом тоже говорим на курсе, достаточно подробно, с примерами и так далее. Как написать такое резюме, на которое бы обращали внимание. Таргетированное мы его называем, то есть резюме под конкретную вакансию. Об этом тоже говорится на курсе. И, соответственно, как готовиться к собеседованию, как пройти собеседование, как устроиться на работу, как себя, уже устроивавшегося на работу, можно оценивать и, собственно, поддерживать и помогать себе любимому пройти испытательный срок на 5+. Это все на курсе технологии трудоустройства. Не знаю, есть ли сегодня те люди, которые находятся в поисках работы. Поставьте, пожалуйста, себе плюсики или минусы. Плюсы, если вы ищете работу, и минусы, если вы сейчас еще работаете, чтобы можно было понять, стоит ли про этот курс подробно рассказывать. Ага, хорошо, два минуса, один плюс. Замечательно. Просто маленький тезис 22 июня, 22-26 июня у нас будет как раз онлайн-курс по технологии трудоустройства. Приглашаю всех, лишним точно не будет. Даже если вы работаете, вам надо бы понимать, как дальше выстраивать свою карьеру, свою карьерную стратегию и тактику в нашем очень быстро меняющемся мире. Дальше, что мы еще делаем? Если вдруг по какой-то причине, неожиданно после этого курса у вас остались вопросы или там у нашего выпускника вдруг я вот курс закончил, прошел переквалификацию, диплом получил или там сертификат какой-то получила о прохождении курса, можно записаться ко мне на индивидуальную консультацию. 20 лет опыта работы директором по персоналу у меня за плечами. Естественно, все 20 лет я была связана с подбором, оценкой, расстановкой, управлением персонала, 4 года личных консультаций по карьере и, соответственно, в этом году еще добавилось и диплом магистра психологии, потому что мой личный подход, мы с вами на работе проживаем большую или большую часть нашей жизни. Поэтому мы на работе тоже всем, всем собой работаем и живем. Как сделать так, чтобы на работе было комфортно для нас и полезно для работодателя? Вот, собственно, один из огромных трендов, который сейчас на рынке труда существует. Зачем мы приходим к работодателю? Понятно, свои собственные вопросы закрывать и решать и так далее. Но как найти вот эту совместную пользу? Итак, вернемся, собственно, к разработке. 578 вакансий существует сегодня, прям сегодня на HeadHunter. Помимо них есть еще куча разных компаний, маленьких и более крупных компаний, которые, конечно, хотят разрабатывать свой сайт, конечно, хотят им управлять, конечно, хотят выходить в интернет. Это новая реальность, да, и мы все с ней, ну, не то что столкнулись, а прям с головой погрузились вот в последние два месяца. Заработная плата начинающего PHP-программиста, юниора, начинается от 60-70 тысяч рублей. Для того, чтобы понять, подхожу или не подхожу, и какое количество вакансий существует, пользуемся самым простым методом. Анализ рынка труда в той или иной профессии. Открываем HeadHunter, SuperJob, там, Hubber, Hubber.Hubber, где куча разных айтишных специальностей, специалистов существует. Открываем, забиваем разработчик PHP или там другой вакансии и смотрим, какое количество вакансий существует. Открываем 2, 3, 8, 25 описаний вакансий, смотрим, какие предъявляются требования, что мы должны знать, а затем мы можем сами спокойно сравнить с нашей программой, с нашей дипломной программой, на каком курсе вы эти навыки, не только знания теоретические, как это делается, но и навыки практически через кейсы, через задания с нашим замечательным преподавателем отработаете. Вот примерно, наверное, таким образом я рассказала вам про службу трудоустройства. И, о, смотрю, Алексей ищет почти 2 года работы. Вы все 2 года не работаете? Алексей, пожалуйста, вам прямая дорога на курс по технологии трудоустройства, потому что если мы написали резюме, отправляем на вакансии и не получаем откликов, первая проблема – это в нашем резюме. Идите на курс, слушайте, сразу применяйте эти знания и дальше действуйте смело и решительно. А мы, как учебный центр специалиста, поможем вам эффективно выполнить работу по поиску работы и получить свою долгожданную, удачную, хорошую работу. Ну вот, наверное, немножко затянула я с выступлением. Спасибо вам большое. Передаю слово нашему преподавателю, и мы сейчас узнаем, как же нам стать PHP-программистами. Честно, я сама поглядываю в эту сторону и думаю о том, не переквалифицироваться ли мне, потому что, конечно, удаленная работа удобна, хорошо, приятна, и всегда теперь уже можно ее найти. И такое подозрение у меня, мы с коллегами по HR-ами разговаривали, что, скорее всего, многие компании так и останутся с удаленными сотрудниками взаимодействовать. А программисты – это как раз те люди, в первую очередь, которые могут работать из дома. Да, еще один момент, прошу прощения, Алексей. Помимо специальных профессиональных навыков, конечно, сейчас на рынке труда востребованы еще и личностные характеристики, и личностные знания, навыки, умение самопрезентоваться, умение управлять собой своим временем, уметь делегироваться и вести переговоры. И вот про эти курсы в нашем специалисте мне тоже хочется сказать и обратить ваше внимание и на них тоже. На этом, наверное, все. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можете писать в чате. Я постараюсь либо в чате, либо уже в конце, после выступления, взять то же слово и ответить вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, я хотел бы уточнить, как меня слышно, а возможно даже видно, потому что я старательно запустил свою супер-вебку, и у меня пока не отображается, вижу. А, все видно и слышно. Хорошо. Спасибо, Егор. Спасибо, Джейсон. Сергей. Арина. Спасибо большое. Друзья, мне будет есть о чем вам рассказать, и я хотел бы сразу дать план, спойлер, о чем я буду рассказывать. Вот, первые пару минут будут посвящены о том, какие мы классные и крутые. Второе, какова наша команда именно на веб-направлении. И потом приступить к основной теме, это рассказ о дебломных программах. Теперь вы знаете все. Итак, первое, с чего я хотел бы начать, это самые большие фишки, которые центр гарантирует, обещает и выполняет. Во-первых, обучение в реальном режиме времени. Вы занимаетесь конкретными преподавателями, выполняете конкретные задания. Сегодня в чате я увидел классные комментарии по поводу того, что всем нужны люди с опытом. Вот часть этого опыта мы приобретаем на занятиях. И мы подметили уже давно, что те слушатели курсов, которые старательно выполняют лабораторные практические работы, они и при трудоустройстве также находятся в более, скажем так, выгодном, более преимущественном положении. Дальше, качество обучения. Мы гарантируем качество преподаваемого материала при посещении всех занятий, выполнении всех лабораторных, активной позиции в классах. Вы всегда можете рассчитывать на помощь, на уточнение, на вопросы и, в общем-то, на достижение хорошего результата. Ну, а сейчас я хотел бы, во-первых, пару слов о себе сказать еще. Я являюсь старшим преподавателем в Центре специалист и уже скоро будет 10 лет, как работаю на направлении ПВ-произработки. За это время стал сертифицированным инженером PHP и получил экзамен от Microsoft по программированию на JavaScript. Также создал несколько курсов в Центре специалистов и веду все курсы, которые у нас освещаются в дипломной программе, о них мы сейчас будем говорить. По вот этому КОА-коду вы можете в любой момент зайти на мою страничку на сайте специалиста, посмотреть ближайшие курсы, сориентироваться, какие из них будут и, возможно, даже записаться. Нашу команду представляет огромный набор преподавателей, сертифицированных специалистов, практиков своего дела, людей, которые любят заниматься. Я каждый раз, проходя по аудитории того или иного комплекса, слыша те или иные рассказы, уточнения, каждый раз поражаюсь, как все разнообразно и в то же время, как все интересно преподносят материал. Что Юрий Евгеньевич Павлов, который обладает кучей сертификационных всяких экзаменов, статусов, ведет курс по юзабилити. Что Елена Александровна, которая ведет очень интересно, подает материал так, что хочется его слушать и слушать, владеет собственной студией вопрозаботки. Что Валентин Валентинович, который дает свои занятия очень интересно, последовательно. рассказывает, что Сергей Юрьевич, который, в общем-то, я его лекции первый слушал, когда сам пришел специалист. Вот, Михаил Анатольевич. В общем, команда подобралась у нас дружная, всегда можно посмотреть, к кому записаться и кого выбрать, поэтому всех приглашаю. Теперь я перехожу, как и обещал, к самой важной теме, которая мне сегодня предназначена. Это рассказать о том, что такое дипломная программа, потому что и вообще наш День открытых дверей называется День открытых дверей, дипломная программа, разработчик на PHP и JavaScript. Во-первых, нужно сказать, что дипломная программа представляет собой набор курсов, объем которых превышает обычно 270 академических часов. Эти все курсы, они объединены единой целью сделать на выходе вас разработчикам сайтов, разработчиков веб-приложений. И эти курсы обычно преподносятся у нас от простого к сложному, то есть постепенно, пошагово, вы можете спокойненько проходить и обучаться. Она предназначена, это дипломная программа и этот набор курсов не только для начинающих разработчиков. К нам часто приходят люди, которые уже имеют практику, работают, практикуют, имеют опыт работы, но при этом им нужно систематизировать свои знания. И вот сегодня Ольга упоминала, по-моему, сотрудников ВТБ, не только сотрудники ВТБ, Сбербанк, Касперский из Яндекса приходят, и очень часто, очень много разных компаний с очень звонкими и красивыми именами присутствуют, записываются к нам. Джейсон задает вопрос, будет ли сегодня какой-то код прописаться? Нет. Сегодня один из тех вебинаров, в котором мы именно ставим, расставляем, скажем так, ремарки, да, или, так сказать, разобиваем столбики, как из чего, что состоит, как все устроено. Если вы ждете практического кода, то для этого есть другие семинары. Сергей, я сейчас об этом скажу, буквально несколько секунд, я стараюсь динамично подавать, скоро дойдем. Значит, теперь, что мы изучаем там? Мы изучаем тот материал, который, а, должен знать разработчик, в любом случае любой, и, б, тот материал, который вам, скорее всего, понадобится на практике, да. Все лабораторные работы, как и курсы, тоже построены от простого к сложному. То есть мы рассматриваем с вами постепенно тот или иной материал, возрастаем в мере понимания, практики и так далее, и так далее. Одним из существенных плюсов, о котором Центр Специалист с радостью заявляет, это то, что вы получаете комплексные знания, вы получаете документы, установленные образца при прохождении дипломной программы, и вы выбираете всегда любую форму обучения, которая вам больше понравилась. Специалист предлагает огромное количество форм обучения. Во-первых, это вариант с обычным обучением в классе, скоро он уже станет доступен. Когда вы приходите, обучаетесь, и преподаватель бегает рядом с вами, как наседка, и помогает в случае каких-то проблем с практической, или объясняет, повторяет материал и отвечает на вопросы. Это может быть дистанционное обучение. И я сейчас говорю о нашем режиме вебинаров, вот как сейчас вы присутствуете на этом классном вебинаре, так и на занятиях точно так же все происходит. Это очень заочная форма обучения, когда, если человек очень занятой, то он подключается и занимается, например, раз в неделю, а остальное время выкраивает время заниматься из дома, просматривая готовые записи и выполняя лабораторные работы. Это одна из спорных, но в то же время очень популярных форм обучения. Это открытое обучение, когда слушатели смотрят материал на протяжении длительности его курса. У кого-то это два дня, у кого-то три, у кого-то четыре. А преподаватель все это время сидит на связи и отвечает моментально на те вопросы, которые появляются в чате и, соответственно, помогает разрулить ту иную ситуацию или ответит на вопрос, как применить те или иные вещи конкретно к вашему проекту. Естественно, чтобы записаться на какой-то из этих курсов, обязательно нужно следить за предварительной подготовкой. На самых базовых курсах, я сейчас говорю о курсе HTML, там никакая особо предварительная подготовка не нужна. Главное, чтобы вы умели, чем быстрее, тем лучше печатать и уметь работать с браузером. Текстовый редактор, как с ним работать, как там все это делать, как создавать, начинает HTML, станица и так далее, мы это все рассматриваем. А дальше последующие курсы, они чаще всего имеют прямую зависимость от предыдущих. То есть, хотите заниматься JavaScript, ну, надо иметь представление о том, что такое HTML. То же самое и с PHP. При этом мы еще сегодня скажем, курсы не обязательно проходить цепочкой один за другим, а часто они ветвятся как дерево, и вы можете, например, с первого курса HTML дальше перейти к обучению JavaScript, а можно перейти к обучению настройки сервера и работы там, например, с Angeles или с HTTP. Я думаю, что самое время пришла пора рассказать вам о том, какие курсы входят в первую базовую и сложную программы, которую мы представляем. Итак, первая программа – профессиональная разработка на PHP и JavaScript. Рекомендуется всем начинающим разработчикам, которые только встают на тропу веб-разработки и выбрали в качестве основного языка PHP и JavaScript. То есть то, из чего состоят на данный момент большая часть сайтов в мире по статистике. Кстати говоря, ближайший курс у нас стартует с 16-го числа уже совсем скоро. Итак, в эту программу размером 276 часов ходят 8 курсов. Про первый базовый я уже сказал, HTML. Можно добавить, что он идет порядка, не порядка, а 32 академических часа. Это либо 4 дня с 10 до 5, достаточно такой трудный формат, если вы работаете и занимаетесь, то есть это тяжело. Либо 8 дней по 4 академических часа. Обычно либо вечером, либо там когда-то в течение дня. На этом курсе вы узнаете, как работать с тегами, с формами, как работать с iFrame, как работать с CSS, как верстать страницу, колонки, все то, без чего сейчас невозможен современный веб-разработчик. Следом у нас идут два курса JavaScript. Когда-то в специалисте, еще до того, как я пришел 10 лет назад, это был один курс. Но материала стало так много, что теперь эти курсы представлены двумя фрагментами. Первый уровень – это фактически основы ECMAScript. Это тот JS, который прописан в стандарте и который должен знать любой JavaScript-разработчик, вне зависимости от того, работает ли он на сервере, на JavaScript, работает ли он на смартфонах, работает ли он на десктопе или он работает в браузере. То есть эти основы должны знать все разработчики. А потом следом идет JavaScript, расширенные возможности он у нас называется. Это применение уже первого уровня в браузере. То есть это обработка форм, это работа с CSS, это нахождение элементов на странице всякими там документ, вот query-selector-all, get-element-by-id и другими вещами. Это анимация, это разные эффекты, это работа с событиями и так далее. Там очень много чего интересного. Теперь, поскольку веб-программа, вот эта первая, она включает в себя достаточно большой кусок серверных вещей, то мы приглашаем, и есть у нас такой курс, как настройка веб-сервера NGINX и протокола HTTP. Здесь нужно сказать, что один из китов, на котором строится интернет, это протокол HTTP. Его тоже должны знать все разработчики, которые либо, а, работают на серверной стороне, кстати, независимо от серверного языка, либо вы будете Python использовать, либо Python, либо PHP, либо JavaScript на сервере. Надо знать, что такое HTTP. И надо знать, как настраивается сервер. Даже если вы не будете устанавливать его самостоятельно, то покупая какой-то хостинг, вы можете столкнуться с тем, что нужно править. Конфигурационные файлы серверов, настраивать там поддержку различных языков, папок, организовывать перенаправления и так далее, и так далее. То есть там много чего интересного. Один из курсов, который мне очень нравится, это MySQL 8. Это курс, посвященный серверу управления базами данных к одноименному MySQL. Курс очень интересен тем, что мы на вход получаем человека, который совершенно не знает, что такое MySQL, или чуть-чуть знает, но он уже прошел работу с настройкой веб-сервера, понимает, что такое конфиги, как общаться с клиент-серверной архитектурой, и на выходе мы получаем человека, который уже может установить MySQL сервер, может создать самостоятельно базы, может создать самостоятельно таблицы, процедуры, функции, триггеры, view и другие вещи. Поэтому курс очень мощный, 32-часовой, приглашаю вас на него. В конце занятия, в конце семинара вам отправлена будет презентация с ссылками, и эти ссылки кликабельные, вы сможете посмотреть, записаться прямо на этот курс, либо найти их в поиске по курсам, одноименные, соответственно, курсы, вбив их в поиск. И потом идет линейка у нас из трех уровней PHP. Вот, ну, краткая характеристика по этим трем уровням. Во-первых, разделение на эти уровни, оно искусственно, оно сделано для того, чтобы обучающимся было легко и удобно записываться на курсы, но язык это все один, то есть в идеале надо, как бы, все эти вещи знать и изучать, чтобы, придя на работу, не упасть в грязь лицо. Первый уровень предполагает, что мы учимся, ну, учимся основам, мы учимся базе, мы учимся самым первым шагам, синтаксису. Второй уровень здесь у меня помечен сейчас как объектно-ориентированная разработка, но это закралось сюда, скажем так, свежее обновление. Тут показано то, чего я еще не должен был показывать, потому что текущий уровень второй PHP, он посвящен работе с файлами с MySQL. Мы вот готовим обновление, я думаю, что оно в скором времени возобладает, мы увидим именно вот такой расклад. И третий уровень, там уже более сложная работа, работа, которая настроена, заточена на создание сервисов, на работу там с XML и так далее. Вот эти вот 8 уровней, они включаются в первую программу. Обратите внимание, что по PHP существует такая мощная сертификация, называется ZSE, Zen Certificate Engineer, и туда вся линейка вот этих из трех курсов, она входит. То есть надо обязательно, планируя сдачу экзамена, пройти и посмотреть этот курс. QR-код, как обычно, направляет вас на дипломную программу целиком, на какой-то отдельный курс, вы можете посмотреть, почитать и узнать уже более подробно, когда стартуют, кто ведет, как, в каком режиме проходят, и выбрать для себя форму начать заниматься. Вторая программа, она реально более сложная. То есть туда приходят либо люди, которые имеют там от полугода, от года работы с озвученными темами, либо те, которые прошли курсы первой программы. То есть раньше времени сюда бежать не стоит, но в то же время надо видеть перед собой, что еще интересного есть в работе, что еще можно дальше изучить. И здесь мы говорим о четвертой части PHP. Это архитектурное решение, это библиотека SPL, это работа PHP с докером, это тестирование, документирование кода. Это все то, без чего тоже нельзя обойтись разработчику. Мы во второй программе рассматриваем XML. Это расширенный язык разметки, расширяемый язык разметки, который до сих пор используется многими компаниями в работе. И у нас идет огромный такой маленький блок курсов по JavaScript. Они очень интересно имеют друг от друга зависимости. В основном, чаще всего, это нужно пройти первые два JS и потом на любой из следующих переходить. Ну, пару слов о каждом. Ajax Fetch – это курс на 24 часа академических, ну, то есть на 3 дня. И здесь мы рассматриваем современные способы отправки запросов на сервер без перезагрузки страницы. Самый современный – это Fetch. Ajax для кроссбраузерности многие еще используют. Ну, в общем, вы сами там уже на курсе выбираете, чем будете пользоваться и организуете и выполняете практические работы по загрузке файлов, отправке запросов, добавлению каких-то величин в базу данных и так далее. Следующий уровень – это серверное программирование на Node.js. Node.js просто взорвало представление многих разработчиков в 2009 году и стало прям целым открытием, когда JavaScript смог работать на серверной стороне. У нас есть 24-часовой курс, в котором мы, начиная делать первые шаги, выполняя первые скрипты и организуя первый свой сервер на Node.js, доходим до того, что используем фреймворк Express, создаем API, API – программный интерфейс на Node.js. И, в общем-то, въезжаем в нее. Следующий курс, который стартанет буквально уже совсем скоро, недели через две с половиной – это HTML5 API. То, что не вошло у нас в другие курсы, здесь объединяет собой ряд тем очень интересных. Это работа с Canvas, работа с Convoy. Если вы помните, на HTML, может быть, сталкивались, есть такой элемент HTML5, Conva, на котором можно рисовать по JavaScript, как будто в Paint. Это воркеры, это локальные сессионные хранилища, это геопозиционирование, это drag-and-drop, это файл API. То есть там очень много чего интересного. Важно сказать, что не все прям подряд эти вещи используются на современных сайтах, но порой часто бывает, когда где-то встречается нужный, например, Canvas, где-то нужно геопозиционирование, определение расположения человека, его широты и долготы. Один из курсов, которым я просто горжусь и радуюсь, что вовремя его создал и, в общем-то, попал в тренды, такой спор React и JSX. Если вы не слышали об этом, то на чистом JS сейчас работают немногие, а многие используют библиотеки и фреймворки по построению пользовательских интерфейсов. React – это фейсбуковская библиотека по построению пользовательских интерфейсов, одна из самых популярных в мире, и курсы по этой библиотеке мы с вами ведем. Она имеет зависимости, нужно перед тем, как записаться на нее, знать первое и второе NGS. Буквально в этом году, в начале года, мы запустили курс по редакцию React-роутеру. Это уже следующий шаг после React-а. Библиотека машинного состояния редакции, как там роутинг, как маршрутизацию, как сопоставлять URL в браузере тем кусочкам кода, которые у нас выполняются. Возможно, некоторые из вас, сейчас увидев последним курсом, восьмым, библиотеку jQuery, возможно, мыкнули или озадачились. Дело в том, что в последнее время часто говорят о том, что jQuery – это устаревающая библиотека, о том, что ее стараются все… Вот видите, вот и Сергей, да, абсолютно верно, она устаревает. Но есть два но, по которым мы включили эту библиотеку в эту программу, пока еще, ближайшие пару лет. Во-первых, это большое количество legacy кода. Да, я знаю, плохо на него ориентироваться, но придя на работу, выбрав вакансию с HeadHunter и обнаружив, что в компании, которые устроились, где-то еще что-то там, доиспользуют jQuery, в общем-то, нельзя упасть грязь лицом, нужно подхватить проект и, в общем, что-то там сделать, подправить или укорить коллегу о том, что зачем он делает так, а не как-то иначе. Поэтому мы еще пока jQuery тянем в дипломной программе, вот, пока что еще тянем. Но, конечно, основной все-таки аспект лучше делать на что-то более свежее, более современное. У jQuery есть один серьезный плюс, который со временем устареет, сейчас уже устаревает, это огромное количество плагинов. За последний год-два у React количество плагинов тоже существенно возросло, поэтому я думаю, что это дело времени, Сергей, нам эту библиотеку из дипломной программы вот отсюда изъять. Так что ссылка на нашу дипломную программу закодирована вот в QR-коде, который у вас перед глазами и будет потом в презентации. Теперь смотрите, друзья, здесь есть очень важный момент, я хотел бы сакцентировать внимание еще раз, почему дипломная программа это круто и интересно. Во-первых, вы ориентируетесь на свой уровень подготовки. То есть если вы, например, совсем-совсем с нуля, очень часто приходят люди на переподготовку, там, я не знаю, там, дизайнеры, бухгалтера, там, инженеры, программисты на другом языке, они начинают смотреть программу, проходить курсы, они выбирают те курсы, которые подходят им вот именно на тот момент, который им нужен. И это круто. У нас есть также комплексные программы, но тут я слово хотел бы предоставить Ольге, потому что это уже больше такое организационное, менеджерское. Вот я хотел бы больше по техническим моментам и курсам. Ольга, вы на связи сейчас? Можете прокомментировать отличие, стоимость, продолжительность, и какие там документы на выходе у нас предоставляются? Ольга? Да, да, да. Что касается комплексных программ, ну, по документам, я уже говорила об этом несколько слов. Комплексные программы, это программы несколько короче, нежели дипломные. Они все-таки не какие-то точечные навыки рассматривают, а это тоже определенный набор курсов для повышения квалификации в том или ином направлении. По окончанию курсов и комплексных программ о повышении квалификации. При наличии квалификации мы выдаем слушателям удостоверение о повышении квалификации. То есть здесь, если, скажем, у вас есть высшее либо среднее специальное образование, вы проходите, вам нужно будет предоставить копию диплома о высшем или среднем специальном образовании, и на выходе мы выдаем удостоверение о повышении квалификации, будь то отдельный курс или же комплексная программа. Ну, само понятие комплексная программа, Это несколько более широкий охват компетенций, да, мы с вами охватываем, вот, и это, скажем, если брать отдельный курс, тут понятно, что вот есть необходимость, скажем, изучить, ну, познакомиться, что такое сайты. Вы прошли базовый курс по HTML и ура, ура, там, ну, понимание, понятие определенное имеете и можете говорить на одном языке с вашими веб-программистами и примерно там понимать, с чего их работа начинается, вот, но если вы программист, то тут, в общем, одним курсом не отделаетесь, тут понятно, да, нужно, в общем-то, вплоть до дипломной программы. Вот сейчас как раз-таки обсуждала, отключалась, пришлось отключиться, разговаривала со слушателем, как раз-таки по дипломной программе, которую мы сейчас обсуждаем, судьба какая странная, интересная. Ольга, правильно понимаю, что если слушатель прошел дипломную программу и чувствует, что ему не хватает несколько курсов или, может быть, он решает не целую дипломную выбрать, а несколько курсов объединенных по смыслу, он может выбрать вот эту комплексную программу. Верно, верно, верно. И вот что касается комплексных программ, они еще и по деньгам позволяют сэкономить, поскольку, ну, так скажем, оптовая цена заложена в комплексной и в дипломной программы, поэтому это уже такая значительная экономия. А вот если вы проходите дипломную программу при наличии квалификации, то есть у вас есть высшее или среднее специальное образование, то мы выдаем диплом о профпереподготовке. Сразу обозначу, это, конечно, не имеет отношения ко второму высшему, некоторые слушатели вот ошибочно заблуждаются, что, да, полгода они прошли обучение и получили диплом второй высшее. Нет, это в рамках до профобразования диплома профпереподготовки. Все программы заверены дипобром, поэтому тут, в общем, все чисто, правильно, красиво, юридически заверено. И повторюсь, диплом уж тем более котируется, ну, собственно говоря, ну, что уж говорить о дипломе профпереподготовки от центра специалист. Если, вот я уверяю вас, даже с удостоверением о повышении квалификации вы приходите к работодателю, специалист на слуху, мы просто на слуху, нас очень многие знают. Поэтому, да, вот, экономия, раз. Документ весомый и котируемый, высоко котируемый, два. Вот, ну, и чуть позже я уже говорила, что Мария Зуева немножко про определенные бонусы, фишки и прелести скажет, ну, так скажем, конфетки. Так что ждем. Спасибо, Ольга. Друзья, ну, и наше рекламное дело обещает плюшки и скидки. Я думаю, что здесь лучше всего уточнять вот эти нюансы непосредственно у тех менеджеров, с кем вы будете общаться, и про скидки на доп. курсы по профессии, если выбрали ту или иную дипломную программу, и о том, какие у нас акции существуют, и как работает, функционирует служба трудоустройства. Тогда можно будет сегодня задать вопрос или потом по телефону в любой момент. Вот, поэтому я хочу сказать, что мы ждем вас на курсах. Мы готовы предоставить огромное количество разных самых классных вещей. Мария Зуева еще нам через несколько минут расскажет по акциям и скидкам всякие классные вещи. А так, смотрите, разный формат обучения, огромное количество практических работ, наличие домашних заданий, это прям обязательно, делают нас очень конкурентоспособными. Поэтому я всех очень жду и надеюсь на скорую встречу в центре специалистов на наших суперкурсах. Ну, а сейчас, если есть вопросы, я прошу их задать. Я очень здорово уложился в тайминг, у меня еще есть пару минут, поэтому как раз, если вас что-то тревожит или озадачивает, вы можете спросить. Желательно, чтобы это были технические вещи, да, там, зависимость по курсам, какие там темы и так далее, потому что по организационным делам у нас лучше менеджера скажет. Есть ли вопросы, друзья? Напишите плюсик в чат, если все норм, и вы на связи, потому что без вот такой вот обратной связи тяжело вести выступление. Вот, или не пишите, если, ну, соответственно, не слышите. Так, у нас есть, у нас есть контакт. У нас вопрос в чате, можно ли одновременно обучаться на нескольких курсах? Практика подсказывает, что да, но все очень сильно зависит от, скажем так, собственного опыта, собственной прокаченности, да, то есть если вы чувствуете, что вы воспринимаете информацию не спеша, да, медленно, если вы чувствуете, что у вас это там в первый раз и идет медленно, это быстро можно почувствовать, да, то лучше не стоит брать сразу пару курсов. Это тяжело, это, вот Сергей тоже подтверждает, это очень тяжело. Я после некоторых курсов даю слушателям уже после курсов квесты, специальные наборы заданий, которые они выполняют после курсов, они по-другому на практику начинают смотреть. И вот по квестам тоже я могу сказать, что у меня был только один случай, когда моя слушательница, она в пике шла на четырех квестах. Как она это выдержала, не знаю, она сказала, что она пережила много разных эмоций, но это был один случай, пожалуй, за три года ведения этих квестов. И на курсах то же самое. Человек бывает записывается на курс, у него все идет нормально, он переоценивает свои силы, записывается на второй, и проблема. И проблема, потому что не идет очень много инфы, она начинает идти сквозь как трубу, там ничего не запоминается, и получается эффективность нулевая. Но бывают и другие случаи. Несколько раз ко мне приходили такие серьезные, так скажем, разработчики, которые уже за плечами имеют там, кто там сисадминство, кто там программирование на другом языке. И вот у них реально как комбайн работают. То есть они могут прийти на 4-5 дней и два курса просто так проглотить на ходу. Но это необычная практика, поэтому, на мой взгляд, лучше проходить курсы постепенно, выполняя домашки, лабы. Ускориться можно всегда на открытом обучении. У нас вопрос в чате. Какое количество времени нужно для того, чтобы стать профессионалом или хотя бы специалистом после дипломной программы? Скажем, вот закончил программу, стал начинающим. Как нужно устоиться на работу с нуля? Что посоветуете? Значит, друзья, по моим, скажем так, наблюдениям, минимум, который нужен для того, чтобы вот так вот быстро-быстро уже начать что-то делать, стартануть, это полгода. Ну, то есть, конечно, были случаи, когда слушатель там после двух курсов устроился, там приходит слушатель, хвастает, я хвастается, я устроился. Как вы после двух курсов устроились? Он говорит, спросили на собеседование вопрос, который я мучил на занятии, да? И он ответил, его взяли на испытание срок на месяц. Ну, там, бывают такие случаи, но реально это от полугода. И опять же, все зависит от тех, кто обучается. Если вы активно работаете, если у вас есть время заниматься, да, там, домашку выполнять, лабы делать, тесты, читать документацию, то вы за полгода сможете начать что-то делать. Если у вас есть время только на занятии посидеть, попрактиковаться и больше нигде, никогда, это будет очень тяжело. То есть, там минимум год, наверное, придется потратить, потому что, ну, это нереально, да? То есть, нужен какой-то базис, нужен какой-то опыт, нужен какой-то набор материала и, скажем, вот, закончишь год. И как это может остаться на работу с нуля? Что посоветовать? С нуля, совсем с нуля, это очень тяжко. Это либо искать, становиться подмастерьем за, там, очень маленький, за очень маленькую сумму, там, за денежки, которые, там, очень трудно жить, например, да? Ну, я не вижу таких классных способов. А после курсов надо сразу в процессе, когда вы на курсе занимаетесь, какой-то пилить проект. Их называют пэт-проектами, там, что-нибудь свое. Или пытаться встрять куда-то сразу параллельно. Или, там, пытаться выполнять какую-то подработку. Всегда есть друзья, которым нужен сайт или проект или что-то еще. Помни о том, что первый ваш проект может быть и, скорее всего, наверное, загнется, да? То есть, что-то слишком серьезное не надо брать на себя, постепенно возрастать. И уже тогда идти на собеседование. На собеседование, на мой взгляд, ну, сейчас, я думаю, еще нашим выступающим из Питера скажут, нужно идти с мыслью не о том, что вот какой я хороший, я сейчас прям устроюсь, а о смысле о том, что в этот раз зададут, как я отвечу, и что впереди еще будет 10 собеседований. И у меня есть хороший слушатель, который сейчас работает в серьезной компании. Он ходил на собеседование так, что потом уже приходил и задавал сам вопросы на собеседование и спрашивал, почему у вас так-то и так-то. И, в общем, устроился как положено. Так что вот так. Пишет Алексей. Главная проблема отсутствует соединения. Где взять деньги на обучение, если не отработать? С другой стороны, как устроиться, когда безполненно советы с огромным списком своими телами, даже если на собеседование не приглашают? Слушайте, Алексей, я боюсь, что я не отвечу на этот вопрос. Это, знаете, как круговая проблема. Нет денег, невозможно обучиться, невозможно обучиться, нет работы. Я могу сказать о том, как начинал я сам. У меня тоже не было достаточно средств. В начале своей профессии, еще до всяких работ веб-разработчиком, я начал изучать это все самостоятельно. То есть это все реально обучить. Этому всему реально обучиться. Почему же я сейчас всем так про курсы говорю классно? Курсы ускоряют. То есть вы можете и при маленьком очень бюджете стартануть самостоятельно. А можете какой-то бюджет определенный выделить на один или несколько курсов, и в этом ключе ускориться, а дальше уже тоже опять же самостоятельно. Но время, которое выпадать, конечно, будет больше. И тут уже тоже я не подскажу. Тут как-то взвешивать, решать, это такой вопрос, больше житейского понимания отношений, так сказать, реализации. Поэтому как-то так. Паш, это она. То есть на курсе будут какие-то кейсы, которые можно будет показать, как уже имеющийся опыт работы. Я на большинстве курсов, ну, за исключением там суперсложных, супер там с фишками, всегда советую, друзья, всегда имейте в голове какой-то проект. И на курсе HTML все домашние работы, например, идут на создание собственного проекта. Кто-то пилит безделушку, так чисто для себя, а кто-то создает, например, страницу портфолио. Это может быть одностраничник, это может быть там сайт из пяти страниц. И я вам скажу, у некоторых выходит очень здорово. Ну, опять же, если там у человека есть чувство вкуса, он может нарисовать что-то и визуализировать в HTML и в CSS, а у кого нету чувства прекрасного, он может просто взять и смотреть на какой-нибудь макет в интернете, а самостоятельно пытаться пилить и приближаться к тому моменту, который есть. Но я к чему клоню на вопрос Анны, чтобы далеко не уйти от ответа. Нужно во время курсов убивать два зайца, тренироваться. А, второе, Б, пытаться применить свои знания на практике. Потому что, если просто вот так вот рутинно просто учить, 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 оно заходит тяжело. Только когда вы решаете конкретную проблему, конкретную задачу, вот тогда получается очень классно. Вопрос следующий. На работу после дипломной программы, вот если учишься и работаешь, но в другой области. Да, да, абсолютно верно. Но опять же, это такой больше житейский момент. Кто-то у нас находит бюджет и учится и работает параллельно, испытывая нагрузку определенную, потому что работать и учиться, это тоже реально тяжело. Даже если по выходным вы работаете, а в будние... По выходным вы учитесь, а в будние работаете. Вот, либо кто-то поднакопил какой-то бюджет и бросил работу, и шел на то более рискованно, я бы так, например, побоялся. То есть каждый решает, как лучше. Тут тяжело сказать, да. Спрашивая, Татьяна, где информация по стульности курсов интересует повышение квалификации, зная другой язык? Значит, вы можете посмотреть на сайте специалиста. Я сейчас попробую вот так вот сделать. Давайте открою, например, какой-нибудь... Ну, давайте там тот же самый там джаваскрипт расширенный. Вот у меня открылся страничка курса. Вы открываете страницу курса и вот так вот смотрите. Если интересует именно стоимость всей программы, да, Татьяна, то... Так, где здесь стоимость? Я не вижу. Стоимость, ты где? А, вот она, вот она стоимость курсов, да, в конце, ниже, под списком всех. Если же интересует стоимость именно выберете там дипломную программу, то, насколько я помню, вот этот раздел на сайте специалиста у нас описывают. Вот, и, кстати, вы можете сами сравнить, посмотреть по стоимости и сделать для себя выводы. Меня уже коллеги поторапливают. Я сейчас передаю слово Марии. Давайте так, я ссылку Татьяны вам сейчас скину, отправлю. Вы сможете в любой момент найти. А когда после того, как Мария начнет выступать, я уже персональную скидку отправлю. Друзья, мы, спасибо большое, что вы нашли время, подключились и выслушали нас. Я передаю слово Марии. Мария, давайте протестим, как у вас слайд запустится. Мария. Коллеги, всем добрый вечер. Алексей, спасибо. Но вот пока не вижу прав для открытия своей презентации. Одну секунду, сейчас мы поправим. Так, еще, 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 еще. Ага, нашел, все даю. Права. Да, спасибо. Пока что не видим слайд. Спасибо большое. Согласиться там одобрить передачу прав. Отлично, супер. Получилось, да? Замечательно. Еще раз спасибо большое, Алексей, вам за исчерпывающую информацию. Друзья, коллеги, всем добрый вечер. У меня не займлось много времени. Также небольшая презентация, чтобы было наглядно все понятно. Хотелось бы осветить организационные моменты по обучению. Да, обязательно вернемся к вопросам по стоимости программ. Вот, где взять деньги на обучение и как пройти собеседование. Хотелось бы отметить, что в организации обучения мы используем концепцию лего. Наша система расписания очень гибкая. Мы формируем для вас индивидуальный график занятий, ваши приоритеты и возможности посещения занятий. График составляется как конструктор. Да, вы можете выбирать разные режимы занятий, разные форматы обучения на каждый курс программы. Очень важно, хотелось бы подчеркнуть, что до начала занятий и в процессе обучения можно абсолютно бесплатно и оперативно корректировать график занятий неограниченное количество раз. Если вам сложно, сразу определиться с расписанием на всю программу, потому что в условиях современных тенденций случится может всякое. Вы можете выбрать расписание на один курс, оценить режим занятий, как вам комфортно заниматься и далее в процессе обучения уже выбирать график занятий поэтапно. В зависимости от уровня подготовки, еще раз хотелось бы отметить, мы можем сформировать для вас индивидуальную программу обучения, которая будет отвечать запросам работодателей. Дипломная программа веб-программист, профессиональная разработка на PHP и JavaScript – это топчик, как сейчас говорит молодежь, то есть это топовое предложение, но оно не является единственным. Если вы уже обладаете навыками простейшей верстки, знаете HTML, например, можете сверстать сайт-визитку, мы для вас подберем программу повышения квалификации, пройдя обучение по которой вы сможете в кратчайшие сроки получить необходимые навыки и реализовать себя профессионально. Например, можно повысить квалификацию до уровня веб-мастера или магистры PHP и сдать соответствующую сертификацию, о которой говорил Алексей. Если, с другой стороны, область веб-разработки для вас новая, вы хотите прощупать почву, не уверены в своих силах, можно начать обучение с простой программы, например, фронт-энд-разработчик, где даются фундаментальные навыки, верстки на PHP и JavaScript. Эти навыки базовые помогут вам стартануть. Комплексные программы отличаются продолжительностью обучения, то есть в короткий срок можно получить базовые навыки, можно апгрейдиться, потянуть уровень своих навыков и получить престижные документы. Как говорили ранее мои коллеги, это удостоверение о повышении квалификации или, соответственно, диплом профессиональной переподготовки. Также хотелось бы отметить, что у нас есть сертификаты международного образца. Для каждого слушателя у нас индивидуальный подход. Поэтому, возвращаясь к вопросу выше, который был в чате, Татьяна, да, вроде, мы можем с вами связаться и в зависимости от ваших задач подобрать для вас индивидуальную программу и, естественно, рассчитать самое выгодное предложение по стоимости. И далее хотелось бы прийти о приятном. Все участники нашего семинара сегодняшнего получают дополнительную 5% скидку на оплату обучения дипломной программы, веб-программисты, профессиональной разработки на PHP и JavaScript, а также на программу веб-разработчик сложных веб-приложений. Не важно, будете ли вы проводить оплату сразу 100% или оплату обучения вы будете проводить частями. Вы получаете данную скидку, она действует до 10 июня включительно. Коллеги, друзья, на этом этапе есть какие-то вопросы? Вопросы ждем, обязательно ответим. Хотелось бы обратить ваше внимание. Многие слушатели продолжают обучение в рамках акции Диплом+. Вы можете начать обучение по программе веб-программист, профессиональной разработке на PHP и JavaScript. И далее в рамках акции Диплом+, продолжить свое обучение со скидкой 50%. Скидка предоставляется на обучение в режиме онлайн. И получается второй диплом о профессиональной переподготовке. Оплату, вижу вопрос от Анны, оплату обучения можно проводить в кредит. Давайте еще раз отметим, можно провести единовременную оплату. Оплату обучения можно провести частями, то есть в рассрочку. Это рассрочка от нашего центра, без привлечения каких-либо кредитных организаций. Или оформить обучение в кредит у наших банков-партнеров. Альфа-банк и Тинькофф-банк. Также обращу ваше внимание на еще один приятный бонус. Все слушатели программы по окончании обучения становятся участниками программы «Привилегии настоящий специалист». По условиям данной программы вы получаете постоянную скидку на последующее обучение в нашем центре. Эту скидку можно использовать самостоятельно, можно передавать друзьям, можно использовать на обучение детей. Номинал скидки от 15 до 60 процентов, и он возрастает в зависимости от курсов. Чем больше курсов вы у нас проходите, тем больше ваша скидка. Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день участниками программы «Лояльность» является уже больше 50 тысяч наших слушателей и выпускников. Помимо экономии, кстати, помимо экономии на стоимости обучения, постоянные клиенты нашего центра получают скидки на услуги наших партнеров. После обучения можно вернуть 13 процентов подоходного налога. Вопрос в чате Егор задает, если уже есть платиновая карта, данные пяти плюсуются к данной карте. Да, Егор, дополнительную скидку для вас обязательно согласуем. Еще раз хочу отметить, дорогие участники, у нас индивидуальный подход к каждому нашему слушателю. С каждым участником сегодняшнего семинара мы дополнительно свяжемся для обсуждения вопроса подбора программы обучения и графика занятий. Если вы сейчас не созрели вопросы, обязательно проконсультируем вас дополнительно. Приходите к нам учиться и спланируйте свое обучение заранее, пока еще остались свободные места. Вопрос от Анны в чате. То есть, Анна, нашего звонка ожидайте завтра в течение дня. Менеджер нашего центра с вами свяжется для обсуждения вопросов подбора расписания. Если неудобно будет поговорить, то обсудим дополнительную дату контакта. А также хотелось бы отметить, что запись данного семинара будет у нас размещена на сайте, и менеджер продублирует вам информацию в письме. Когда менеджер с вами свяжется, мы расскажем про индивидуальную программу обучения, сформируем для вас специальное предложение по программе и стоимости обучения. Анна, спасибо за вопрос. Обязательно позвоним всем, кто сегодня участвовал в нашем семинаре. Так, еще у нас вопрос. Так, Диплом Плюс действует для родственных программ и для разных тоже. Да, Ольга, спасибо за дополнение. Акция Диплом Плюс действует на любые курсы после окончания дипломной программы. То есть, это не обязательно должна быть программа родственная. Вы можете выбрать совершенно другое направление. Например, бывают слушатели, которые обучаются в программировании, в дополнение берут курсы по продвижению сайтов или веб-дизайну. Алексей задает вопрос, как связаться с техническим специалистом, с преподавателем. Алексей, преподаватели у нас оперативно взаимодействуют со слушателями по электронной почте. Также хочу обратить внимание, у нас в центре есть посттренинговая поддержка. Данная поддержка действует на протяжении шести месяцев с момента окончания обучения. То есть, можно будет записаться на индивидуальную консультацию к преподавателю или обсудить вопросы с преподавателем в чате. У нас в личном кабинете у каждого слушателя будет доступ к чату, где можно общаться с преподавателями по курсу, с коллегами по группе, задавать свои вопросы. Дорогие участники, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Благодарю вас за внимание, переваривайте информацию. Вопросы у вас обязательно созреют, и мы с вами обсудим их тогда завтра или в последующие дни, когда вам будет удобно принять консультацию от нашего менеджера. Да, уважаемые слушатели, я еще раз хочу сказать вам спасибо, Пичугина Ольга, спасибо, что вы этот вечер провели с нами. Я тоже думаю, что вопросы у вас появятся. Ну, собственно говоря, мы всегда на связи, наши контакты на сайте есть. Пишите, звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся, подробно все проинформируем в индивидуальном порядке. И еще раз большое спасибо, уважаемые коллеги, большое спасибо, уважаемые слушатели. Надеюсь, что в ближайшее время мы вас увидим, услышим. И вот сегодня поступила информация, что наконец-то снимают все ограничения, и все сотрудники нашего центра сегодня уже начали ликовать. Ура, ура, скоро мы выйдем на комплекс, и наконец-то будем уже очно встречаться с нашими слушателями, и очно общаться, потому что за последние два с половиной месяца, ну, два месяца, да, мы очень соскучились по нашим слушателям, потому что, ну, помимо обучения, оно же очень важно, и общение, и, в общем-то, общение дает некую тоже энергию, некий эмоциональный подъем. Вот, и многие слушатели приходят к нам спустя годы, и я иногда, вот, разговариваешь, да, там, вы здесь, здесь, вы опять пришли? Да, опять пришли. И вы знаете, ну, наверное, такое, не знаю, насколько это уместно сейчас говорить, но я когда спрашиваю, господи, сколько же можно учиться? Ну, это понятно в шутку, просто у нас есть слушатели, которые прошли больше ста курсов, вы представьте себе, больше ста курсов, много лет они с нами, они говорят, господи, ну, это ж как секта, начал учиться, а хочется все больше и больше и больше и больше, невозможно остановиться. Это правда так, потому что вот здесь уже в чате писали, что очень много информации, сложно учиться параллельно. И мы слушателям всегда не зря говорим, у нас в курсах лирики практически нет. Курсы настолько содержательны, каких-то лирических отступлений, поговорить за жизнь, как, знаете, вот в институте иногда бывает такое, на лекции можно себе позволить примеры из личной жизни, там вот пообщаться. У нас на курсах в основном это все-таки практика, практика, информация, информация, и ее так много, что, конечно, в общем-то, приходится много учиться, и слушателям тоже со своей стороны прикладывать усилия. Так что приходите, ждем вас, будем вам всегда рады, звоните, пишите. До встречи. До встречи, всего вам самого доброго, здоровья вам, хорошего настроения и всех благ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.